Мир вам, братья и сестры! Слава Господу за этот час служения. Они не только на английском пели, на русском, но даже на иврите. Молодцы! Слава Богу! Сегодня в этом служении мы услышали такой призыв за все благодарить Господа. Мы слышали первую проповедь, мы слышим это из участия детей. Мы за все должны благодарить Господа. Слава Господу за то, что Господь нам все посылает в обильной мере. И мы как бы вот с сентября месяца, когда мы начали праздновать праздник Жатвы, мы вошли в этот период, период благодарности, период, когда мы благодарим Господа, период, когда мы также будем принимать также подарки. Правда, дети? Вы ждете праздника Рождества? Да! Очень сильно! Хочу вам сказать один секрет, что получить подарок очень хороший от ваших родителей, и сегодня уже начинаете благодарить Господа за те подарки, которые вам Господь через ваших родителей даст. И Господь вам даст большие подарки, благословения, поэтому уже сегодня благодарите Господа за те подарки, которые вам приготовят ваши родители. Сегодня вечером хотелось бы также поговорить вместе с вами, пригласить вас в наших молитвах в конце моей проповеди, и благодарить Господа за еще один подарок в нашей жизни, который мы, благодаря его милости, имеем в нашей жизни. Мы на протяжении служения, на этой неделе, со среды, и сегодня утром мы слышали о совести, которую Господь нам дал. Это подарок. Действительно, это большой подарок в нашей жизни, что у нас, в наших сердцах, у нас есть христиан-совесть. Это особый дар, который мы имеем, и люди, которые имели, потеряли его. Это большое благословение для нас иметь совесть. Но я хотел бы сегодня вечером поговорить еще об одном даре, который мы также имеем. Это страх Господень. Нам легко благодарить за доброе, за хорошее. А вот как за страх благодарить? И вопрос, а нужен ли нам страх, друзья, братья и сестры, нужен ли он нам вообще? Или, может быть, мы его так боимся, что мы и не хотим его иметь? Нам не хочется его иметь, правда? Нет. И, к сожалению, сегодня люди иногда охвачены этим страхом. Бывает такое. Вот я прочитаю одно место священного писания, это из жизни израильского народа. Это записано в книге пророка Исаия. Была непростая ситуация, и вот Господь обращается к пророку Исаия и повелевает ему, что делать. И вот с 11 стиха мы читаем такие слова. «Ибо так говорил мне Господь, говорит Исаия, держа на мне крепкую руку, и внушая мне не ходить путем всего народа». А сирийц окружили и сказал, «Не называйте заговором всего того, что народ всей называет заговором, и не бойтесь того, что он боится, не страшитесь». И дальше он повелевает, говорит, «Господа Саваофа, его чтите свято. И он, то есть Господь Саваоф, страх ваш, и он, Господь Саваоф, трепет ваш». Я вижу вот из данного текста Священного Писания, что существует два вида страха, которые посещает в жизни человека. Один человеческий страх, который присущ каждому, обычно каждому человеку, и другой страх Божий или Господень страх, который, к сожалению, нет у всех людей. Этот страх Господень, его можно приобрести, ему можно научиться, или можно научить детей, его также можно потерять. Из-за этого многие дети Божие страдают, имеют большие духовные проблемы. Вот определение страха, если зайти на Википедию или в словареты, то мы находим, что страх — это внутреннее состояние, обусловленное грозящим реальным или предполагаемым бедствием. Бог, творя человека, вселил в него это чувство или состояние страха. Даже самый смелый и бесстрашный человек имеет страх. Если бы этого не было, то я не знаю, в каком бы мы мире жили, и вообще жили бы мы вообще сейчас в это время, если бы этого страха не существовало. Мы слышали на прошлой неделе о совести. Конечно, эти непопулярные темы, совесть, страх, непопулярные темы, и люди стараются как-то избегать эти темы, особенно если тебе напоминают о твоем обещании о доброй совести, которое у тебя когда-то в нашей жизни, у каждого разного времена были. Но мы обещали Богу добрую совесть, и вот были служения. Когда нам напоминали об этом, знаете, посещая эти служения, я видел, что где-то 15% церкви имеют с совестью проблемы, потому что пришли. Все остальные или проблем не имеют, или что-то другое. Я не хочу обидеть никого, но почему-то никого не было. Знаете, если говорить о страхе Господнем, и задать сегодня вопрос, имею ли мы страх Господень, и если организовать служение, то, я думаю, что, может быть, этих 15% тоже, может быть, бы и не было. Непопулярные темы. Неприятно, может быть, слышать, неприятно осознавать, что совести нет или она сгорела, что, может быть, страха нет, и, нуждаясь в этом страхе, сложно с этим соглашаться. Страх Господень — это великий дар, который Господь подарил в нашу жизнь. К сожалению, сегодня можем констатировать факт, что человеку себя свойственно лукавить или избежать ответа на вопрос, имеешь ли ты страх Господень в своей жизни. Некоторые говорят, что на таких служениях я бываю онлайн и присутствую вот так вот, ну, виртуально в этом служении. Да, это инструмент, который Господь сегодня может использовать онлайн-служение. Можно смотреть, можно видеть, слышать. Но это не то. Вы можете сегодня оспаривать и говорить, доказывать, что это все-таки служение, я на этом служении присутствую. Если это так, если проходишь служение, ты находишься на онлайн и проходят молитвы, ты встал у своего телефона, у своего компьютера и стоишь на молитве и молишься. Если поется пение, ты участвуешь в этом пении. Если пришло время служения, пожертвования, ты не можешь быть, но у тебя есть возможность зайти онлайн и пожертвовать, то я могу с чем-то согласиться. Но если ты лежишь на диване, грызешь яблоко или попиваешь кофе и смотришь, как братья и сестры молятся и говоришь, что я якобы на онлайн-служении, то я хочу огорчить тебя и сказать, что нет, ты не на онлайн, ты на диване. Ты просто наблюдаешь, ты смотришь это служение со стороны, но ты не участник этого служения. Это инструмент, который Господь использует сегодня, чтобы достучаться до тебя и до меня, чтобы показать тебе, есть ли у тебя совесть, есть ли у тебя страх или, может быть, нет. Господь посылает в нашу жизнь служителей, посылает нам проповедников, присвятеров, служителей, которые нам говорят об этом, но нужно просто прийти в церковь, в Дом Божий и услышать то, что Господь желает нам сказать. Если таковых нет, Господь использует, может быть, сестер, посвященных в этом служении. Когда мы ездили в Россию, на миссионерские служения в свое время, в некоторых церквях не было братьев и сестры, просто выходили, читали Слово Божие, Священное Писание, и служение совершало в тех местах. Если даже сестер нет, Господь посылает детей. Если детей нет, Бог пошлет безмолвную ослицу, и она заговорит. Если ее нет, сегодня онлайн есть. Бог использует различные инструменты, чтобы к нам достучаться, готовы ли мы услышать то, что Господь нам желает сказать. Готовы ли мы научиться сегодня? Страху Божию. Чтобы научиться Страху Божию, нужно войти в присутствие Господня. Почему я в этом говорю? Мы все помним примеры жизни Моисея. Когда Моисей вошел в пустыню, и он увидел горящий куст. Это его заинтересовало. Он не просто, увидев этот куст, постоял, посмотрел, понаблюдал за ним, как он сгорит и не сгорает, ну, повернулся и ушел. Нет, он увидел это необычное явление. Оно его заинтересовало. И что он делает? Он подходит к кусту и слышит голос Божий. «Моисей, сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, оно свято». Моисей вошел в присутствие Господне, и это место, где присутствовал Господь, стало святым. И Моисея обвел страх. Необходимые условия, чтобы иметь страх Господень, нужно войти в присутствие Господа. Нужно войти в это общество, нужно войти в место, где призывается имя Господне. Псалтир говорит 33, 10, 12 стихи. «Бойтесь Господа, все святые его, ибо нет скудости у боящихся его. С кем он им бедствует и терпит голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, говорит Господь, страху Господню научу вас». Страху Господню можно научиться, но нужно войти в присутствие Господне, нужно войти в то место, где обитает Господь, нужно встать своего дивана простым языком, прийти в Дом Божий, в себе есть возможность. Если уж ты больной, лежишь в расслаблении, конечно, да, онлайн хороший момент, но если ты просто жив, здоров, у тебя есть силы физические, он тебе просто лень встать, я просто приглашаю тебя, сидящего он онлайн, сейчас, брат и сестра, покайся и приди в Дом Господень. Не обманывайся, что ты, будучи онлайн, ты научишься страху Господню, нужно встать и прийти в присутствие Господне. Если у вас, друзья, дети, родители, страх Господень. Недавно, какой-то период времени назад, несколько лет назад, один смельчак прыгнул с космоса, поднявшись на 39 километров в космос, он в скафандре спрыгнул оттуда, как бы доказать, и войти в историю рекордов Гиннеса, доказать, что он сделал такой бесстрашный поступок, сильный поступок. И он это совершил, конечно, казалось бы, он такой бесстрашный человек. Но знаете, когда он прыгнул оттуда уже, и тело набрало уже как бы очень сильную скорость, и он произошел, даже скорость звука в этом падении. И чтобы дальше того что-то не произошло, он должен был там, должен был сработать парашют на более низкой высоте, но он сработал выше. То есть из-за страха, боязни потерять. То есть он же мог потерять просто сознание. Все-таки пришел тот момент, когда нужно было что-то сделать, предпринять, чтобы не погибнуть. Если бы у людей страха вообще не было никакого, то я думаю, что этот мир был бы совсем другим. Люди просто бы, может быть, прыгали с 3, 4, 5 этажа, с 30-го, и это было бы таким обычным явлением, потому что они бесстрашные. И когда вот иногда приходят такие новости, мы иногда как бы к сожалению говорим, что ну как жаль того человека, что он сделал так, или что он выпал, и что он сделал, что какое-то действие такое неправильное. Да, это действительно жаль. И поэтому благодарность Господу, что Господь, сотворив человека, вселил в его жизни, в его естество, это чувство страха. В армии у нас был один парень, который не чувствовал боль. Он мог просто иглой проткнуть себе руку и даже не поморщиться, мог просто иглой проткнуть себе щеку, просто вот с одной стороны засунуть, с другой стороны вытащить. И мы все удивлялись, как это может быть, что он не чувствует никакой боли. Конечно, до конца службы он был с нами, но пришел какой-то период времени из-за того, что от этого безумия своего, что у него это было чувство потери, на чувство боли он не ощущал. Он оказался в больнице надолго, так как он унес заражение своей крови. Бог позаботился о нас с вами, чтобы мы не допускали в своей жизни ненужного каких-то оплошностей, и он дал нам это чувство совести, чувство страха. Еще в Адамском саду Адам, согрешив, спрятался от Бога, боясь наказания. В тексте, который мы прочитали, Висая, мы видим, что указывает нам Господь в этом тексте на разные страхи, которые существуют, различные источники страха. И давайте перечислим некоторые из них, которые, скажем, каждый из нас, мы встречаемся, мы видим, мы видим у людей в жизни, у людей, такие страхи, которые существуют, человеческие страхи, и затем мы посмотрим на страх Господень. Итак, первое, есть страхи, которые приходят к нам в жизнь, в жизнь человека, как последствия его греховной жизни. Это его, может быть, печальный опыт, это страхи сопровождают его всю жизнь. Очень часто служители, я тоже, вот, когда у нас были встречи с молодежью, мероприятия, какие-то конгрессы молодежные или общения, молодежь канится, затем некоторые из них приходят, исповедуются перед братьями, перед служителями, говорят свои нужды, в чем их было падение. И очень часто я лично слышал такие моменты, когда молодые люди говорят, что их посещает какой-то страх. Они наполнены страхом. И когда начинаешь разбираться, где источник этого страха, когда у него появился, то замечаешь, что где у него было какое-то грехопадение, очень тяжелое, очень глубокое, вот с того дня, с того момента жизни его посещает страх. И он с этим страхом живет, где-то воюет, где-то борется, он просто обессиливает и понимает, что у него другого пути нет, ему только нужно эти Господа канится, приходит к служителям, служители молятся, молятся об освобождении от этого страха, и некоторые освобождаются. А некоторые не освобождаются. Вопрос почему? Потому что они оставляют грехов своих, они идут опять же, возвращаются на свою прежнюю дорогу. Эти страхи сопровождают людей таковых. Иногда этот страх называют люди депрессией. И этот диагноз, или это слово депрессия, я сказал бы, что она не должна быть в христианской жизни. Потому что одно лечение от этой депрессии, это нужно приходить к Господу, просто каяться, излагать перед Ним все свои проблемы, все свои нужды, приходить в то место своего падения, каяться перед Господом, и Господь освободит тебя от этого состояния. Адам прятался от Бога, но Бог нашел его и исправил его состояние. Бытие 3 глава, 8 стих, 10 сказано об этой ситуации. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня Адам и Ева. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, Адам, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что Ионак и скрылся. Посещает человека страх. Он убоялся Господа из-за того, что согрешил. Он бежит от Господа, прячется от Него. Это подобная ситуация происходит в нашей жизни. Не только Адам, но мы также унаследовали эту природу, сделав неправильно прятаться, скрываться, иметь страх от родителей, иметь страх от старших, от наставников, иметь страх от Господа. И слава Господу за то, что этот страх все-таки существует, что он приводит нас к покаянию, к исправлению. Это книга пророка Исаии. Не бойся. Это 41 глава, 10 стих и 13. Не бойся, ибо я с тобой, говорит Господь, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя, помогу тебе и поддержу тебя десницей правды моей. Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Второй момент или второй вид страха. Дети иногда также имеют страх остаются одни дома или просто даже когда остаются сами в своей комнате и их родители тоже, может быть, дома находятся, но они боятся сами остаться в комнате. Их посещает страх и они где-то там видят под кроватью кого-то что-то в каком-то углу, хотя свет горит. Иногда вот дети спят ночью и свет не выключают. От чего приходит этот страх в жизнь детей? Это тоже разновидность страха. Здесь мы говорим о взрослых моментах, сейчас говорим о детях. Дети, бывают у вас такие моменты, когда вы боитесь остаться сами? Или вы чего-то боитесь? Бывает такое или нет? Кто-то не боится, даже уснули, но сейчас вижу, проснулись все. Бывают такие моменты, когда их что-то беспокоит. А источник этого беспокойства это видеогеймс, вы их любите, правда? Видеофильмы, вы их любите? И вот там, иногда, когда дети прячутся от родителей, имеют возможность иметь телефон, открыть какой-то видеофильм неправильный или может быть какая-то игра, приставка, там дети видят это все и потом в итоге получается так, что их посещают эти страхи, им как бы начинает потом казаться, что там под кроватью кто-то есть, за углом кто-то стоит, за стенкой или за ширмой кто-то там заглядывает за ними. Эти страхи приходят от того, чем они питаются и что происходит в их жизни. Поэтому просьба к вам, родители, контролируйте, что смотрят ваши дети. Даже самый безобидный видеофильм, если он включен ребенку хотя бы за час до сна, то этот видеофильм остается в его сознании и потом он ночью будет просыпаться из-за того, что ему что-то приснилось, то, что он видел в своем видеофильме. А не дай Бог, есть сейчас видеофильмы с такими последствиями, когда кровь брызжет со всех углов, стреляет, убивает и все остальное. Как не прийти этому страху в жизнь этого дитяти? Это последствия неправильного, может быть, воспитания или бесконтрольного использования видео всяких приставок и видеофильмов. Один сегодня момент я заметил на ютюбе, один отец решил испытать своего ребенка годовалого, что купить ему, какую погремушку или какую игрушку, чтобы заинтересовать этого ребенка. Он ложит перед ним ключи и игрушку, ключи от машины и игрушку. Ребенок лежит, вот две вещи, он тянется к ключам, забирает это все, ложит резиновую игрушку, ложит просто бутылку пустую красочную в паковке от воды. Ребенок не берет игрушку, ребенок протягивает руку к этой пустой бутылке, ложит красивую куклу и телефон. Кукла остается на столе, телефон оказался в руках у ребенка, годовалый ребенок, он решил, что, наверное, лучше покупать айфон, нежели тратить деньги на все эти игрушки, которые сегодня покупают родители своим детям, полные комнаты всех этих игрушек. С самого детства еще ребенок даже не понимает различать правую руку от левой. Видя этот фильм, я удивился, насколько этот мир испорчен грехом. От самого рождения дети избирают то, что не нужно им, но они почему-то это избирают. Эта проблема стара, как этот мир. И народ, дети, и вообще этот человек, живущий на земле, как бы старается избирать все то, что может быть бесполезно, ненужно. Иногда приходит к тому, что начинает служить двум господам, но Господь говорит, напоминает, что невозможно служить двум господам, поэтому учите своих детей с детства этому страху, чтобы они служили ему. Третий вид страха это фобии, боязнь закрытого помещения, боязнь летать на самолетах или плавать на корабле и другие страхи, которые сегодня люди охвачены. С некоторыми может быть кто-то из нас знаком, кто-то может быть ощущал это чувство фобии закрытого помещения и всех остальных моментов, когда мы чего-то боимся. Мы не уверены в том, что мы доедем на этом лифте до пятого, до двухсотого этажа, мы не входим в него, мы не входим в пустую закрытую комнату, потому что мы боимся, мы боимся летать, поэтому мы ездим на поездах, есть там президент Кореи, он боится летать, поэтому куда он только не ездит, он ездит на поездах, есть люди, которые боятся панически просто сесть на корабль, на лодку, потому что они боятся утонуть, это фобия, которая сегодня имеет это медицинское определение, определение этого страха, они просто не доверяют, не доверяют пилотам, не доверяют тем, кто сопровождает или кто сотворил там тот лифт, построил, что вот он сможет их довезти, но самое лучшее, что может быть с ними случится, это в этот момент это встреча с Господом, если они будут готовы, но почему-то этот момент в жизни человек откладывает подальше и хотели бы в столетнем возрасте просто перейти к Господу, и поэтому их посещают эти фобии. Матфея, 4 глава, 24 стих, и пришел о нем слух об Иисусе Христе по всей Сирии, и проводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями, припадками и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он, то есть Иисус Христос, исцелял их. Всякие болезни, всякие фобии лечит Христос, ибо Он взял на Себя наши немощи и болезни. Христос есть лекарь от всяких фобий, от всего того, что сопровождает жизнь нашу. Я не боялся летать, не боюсь, в принципе, но последний наш полет, в который мы летели в Сиэтл, я его запомнил, и запомнил, наверное, очень долго. Когда мы сели в самолет, с нами, сел или со мной рядом сел один молодой парень, который, судя по его реакции, я понял, что он боится, боится летать на самолете. Вот самолет только начал взлетать, он тут же начал все ловить по кругу. Самолет взлетает, дальше набирает высоту, он то переднее сиденья хватает, то меня как-то беспокоит уже тут другого сидящего рядом, ну, суета. Но мы летели, мы весь этот полет до Сиэтла, три часа с половиной, все это было такое движение. Когда мы уже подлетели к Сиэтлу, не было места, чтобы самолет мог приземлиться. Плочаса мы крутились над Сиэтлом, в воздухе, пока дали им разрешение самолету на посадку. Была дождливая погода, ненастье, самолет пошел на посадку. И вот уже видно, вот деревья, вот вершки деревьев уже видать, может быть, 150 метров осталось до приземления. Тут самолет делает такой низкий, вот такой перепад воздуха. Я не знаю, что случилось, но в тот момент оказались все, наверное, в фобии, потому что все подлетели, все ахнули, и оказалось, мы уже вот-вот, и колеса вот на земле. И мы вместе с ним подлетели, вместе схватались сзади сиденья. Это ситуация, в которую мы попали просто. Я не думаю, что он летел обратно на самолете, наверное, что-то искал другое. Мы прилетели обратно на самолете, слава Богу, все было хорошо. Но тогда мы испытали это чувство, когда вот какой-то страх. Но он прошел. Знаете, когда мы приземлились, все благодарили пилота, хлопали ему, но никто не сказал Господу, слава Богу, что мы приземлились. Может быть, кто-то произнес так в тишине, но что я не слышал. Слава Господу за то, что Господь сохранил нас, и мы приземлились нормально, приехали, хотя тоже стояли в очередь, пока подъехал самолет к трапу. 20 самолетов еще было впереди нас. всякие болезни фобии, которые посещают нас. Господь Иисус лечит, и Господь хранит, и волос головы наши не упадет без воли Господней. Поэтому, где бы мы ни находились, мы всегда Господни. Еще один источник страха, который человек может получить, это ад сатаны и дьявола. Он хитер и знает все наши слабые стороны, все наши слабые места в нашей жизни. И еще в Эдеме он посеял сомнения в жизни человека о подлинности, сказанных Богом, слов Адаму. И затем, добившись этого успеха, он добивается падения человека. Он посеял страх и сомнения в прощении Богом человека. Сегодня нередко бывает так, что христианин, проживший всю свою жизнь, приходит к своему концу и не уверен в своем спасении. Это страх непрощения Богом человека. И этим оружием пользуется дьявол. И сегодня. И всякий раз, когда Бог обращается к человеку, Он обращается словами «Не бойтесь». Очень часто мы это слово встречаем в Писании, когда Господь обращается к израильскому народу, когда Господь обращается к тебе и ко мне. Он говорит «Не бойся, не бойтесь». Второе послание Тимофея, 1 глава, 7 стих. «Ибо дал нам Бог духа небоязни, но силы и любви и целомудрия». И 1 Иоанна, 4 глава, 18 стих. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся и несовершен в любви». Совершенная любовь изгоняет страх. Яркий пример, оставленный нам, тремя молодыми юношами, как они изгнали страх из своего сердца. История с Эдрахами и Саха Евдинага. Любовь к Господу, которая была в их сердцах, она изгнала из их сердца страх умереть в этом огне. «Казалось бы, ну что вам, молодые люди, ну просто согнитесь, как бы шнурки зашнуруйте, ну и как бы это, поклонитесь, и все будет хорошо, не нужно будет в печь упасть». Но любовь к Богу своему не позволила им это сделать. Они этого не сделали, не позволили себе преклониться перед этим валом. Но там, где есть присутствие Бога, там нет ощущения тяжести, мучения, и даже запаха дыма не оказалось на них. Многие люди сегодня попадают в ссылки дьявола и пытаются как-то решить свои вопросы, идут гороскопом, гадалком. Но это тоже слуги же дьявола, который сегодня окутывает и обманывает людей. Врачом и лекарем от этого страха, который посылает дьявол, является также Господь. И только Он, ибо на кресте Голгофы Он победил дьявола. Аминь, братья и сестры. «И произошла на небе война, Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и Ангелы его воевали против них». Это Откровение 12 глава, 17 по 11 стихи. «И незвержен был великий дракон древней змеи, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, незвержен на землю, и Ангелы его низвержены с ним. И услышала громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение и силой царства Бога нашего и власть Христа, его потому, что низвержен клеветник братья наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. они победили его крови, а не победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти». Этот страх, приходящий от дьявола, был также побежден Христом, поэтому лечение от этого страха также у ног Христа. Ну и пятый, последний страх, страх Господень. Откуда он приходит и от кого? Кто источник этого страха? Каковы последствия в жизни человека, имеющего страх Господень? Какие преимущества? То есть человек, боящийся Господа. Ему укажет он путь, который избрать, говорит Псалмоперез Давид, 24 главе, 12-14 стихи. Душа его пребудет во благе и семя его наследует землю. Тайна Господня, боящимся его и завет свой Он открывает им. Как мы видим в этом стихе человека, боящегося Бога. Боящегося Бога человека будет обучать сам Бог. Его душа будет иметь изобилие. И всем тем, кто боится Бога, Господь откроет секреты своего завета. Страх Господень нужен для жизни, но Он, друзья, не передается по наследству. Страху Господню можно научиться, страху Господню научиться можно в присутствии Господним, страху Господню можно научиться Слово Господнего. Раньше в школе учили и обучение основывалось на Священном Писании. А вместо букваря использовался псалтырь. Это правда, братья и сестры, постарше? Да, это правда. В школах раньше и в России, и во всех местах, и также в этой стране обучение основывалось на Священном Писании. И букварем был псалтырь. К сожалению, сегодня те основы библейские, которые были когда-то основанием, сегодня они вытеснены из школ. Цивилизация мира шагает такими семимильными шагами, и порой мы не успеваем за ней. Экклесиаз сказал 12 глава 13 стих «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его, соблюдай, потому что в этом все для человека». Оказывается, присутствие страха Божия является важнейшим в жизни нашей Твоей и моей. Но чтобы мы не говорили о страхе Божьем, возникает вопрос «А что же такое страх Божий?» Страх Божий Господь посылает нам в нашу жизнь, когда мы приходим к Нему, когда Он освещает нас Словом Своим, каждый уголок нашего сердца, мы понимаем свою греховность, мы понимаем свое состояние и, видя Господа Святого, превознесенного в нашу жизнь, обычно должно быть так. Приходит страх Господь. Еще на Писании мы находим описание практического проявления страха Божия. Это Исайя, 6 глава, 1-3 стихи, в год смерти царя Озии «И видел я Господа, сидящего на престоле, высоком, превознесенном, и края рис, его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, и у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лице свое, двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу, говорили, «Свят, свят, свят Господь Савеов, вся земля полна славы Его». Друзья, давайте представим себе эту картину. пред Господом находятся серафимы. И не просто находятся, стоят кто как, кто с кофе, кто лежит, они стоят пред Господом. Им даны шесть крыл, двумя закрывается лицо, двумя закрываются ноги, и двумя чтобы он летал. Они называют Господу «Свят, свят, свят Господь Саваов». Я задаю для себя вопрос, как я сегодня вхожу в присутствие Господня, в каком состоянии. Я не меряю длину юбки, я не меряю длину наших брюк или одеяния нашего галстука, косынка, я не меряю этого. Но я просто читаю слово Господне, которое нам повествует о серафимах, находящихся перед лицом Господнем. И что мы видим? Человек просто, серафим просто закрывает свое лицо пред Господом, закрывает свои ноги пред Господом и взывает свят, свят Господь словов. Могу ли я себе позволить что-либо другое и предстоять перед Господом в другом состоянии? Не могу, но иногда позволяю. Хотелось бы, чтобы мы этого не позволяли в своей жизни. Человек имеет страх Господень ровно настолько, насколько он знает Бога. Вы согласны со мной? Человек, имеющий страх Господень, у него этого страха настолько, сколько он знает своего Господа. Все помнят историю Якова, которого Бог много учил. Яков ночевал в пустыне и увидел лестницу ангелов восходящих, нисходящих и пробудился от сна своего и сказал, истинно Господь присутствует на месте сём, а я не знал и убоялся. Яков в Бытие 28 глава 16 стих. Моисей, подходя к горящему кусту, услышал предостережение от Господа. Моисей, сними обувь твоего, место, на котором ты стоишь, оно свято. Присутствием Господа освящается всякое место, а теперь нам нужно понять наше предназначение. Для чего мы здесь? Для чего Господь позволил мне прийти в эту жизнь, родиться на эту землю, чтобы сегодня стоять перед вами или вам, чтобы сидеть в этом зале? Для чего Он это делает? Для чего Он сделал в нашей жизни? Мы созданы Богом для того, чтобы общаться с Ним. Что мы делаем для того, чтобы общаться с Ним? Господь сделал все возможное, Он отдал Сына Своего Единородного, Он уплатил эту цену, чтобы и ты, и я стояли перед Ним, что я и ты делаем для того, чтобы войти в присутствие Господня, чтобы научиться страху Господню. К сожалению, хочу сказать, что очень мало делаю, я говорю о себе. Я никогда не знаю, каждый о вас, каждый для себя, дайте оценку и сделайте для себя этот ответ. Я не знаю. Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них и буду их Богом и они будут моим народом и потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому и я приму вас. Второе послание Коринфянам 6, глава 16 и 17 стихи. «Выйдите из среды их, отделитесь, говорит Господь, не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Иов, 28 глава, 28 стих. «Вот страх Господен есть истинная премудрость». Наша жизнь повседневна, какова она? Как нам нужно жить и действовать в нашей жизни, чтобы понимать, что мы ходим пред Господом? Понимать и сознавать, что в моей жизни есть страх Господень, что Господь присутствует в моей жизни, в моем теле, в моем храме. Как я об этом размышляю, что я делаю, кого я проповедую в повседневной своей жизни? что именно Библия говорит нам о страхе Господнем? Первое, что страх Господень — это ненавидеть зло, притча 8 глава, 13 стих. Это то, что Господь ненавидит, мы также должны ненавидеть. Человек, имеющий страх Господень в своей жизни, он должен ненавидеть зло. Второе, начало мудрости страх Господень. Я сейчас не буду останавливаться на каждом из них, времени нет для этого. Я еще раз перетянул. Начало мудрости страх Господень. Псалом 110, 10 стих. Третье, лучше немного при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Притча 15 глава, 16 стих. Друзья, страх Господень есть источник жизни. Страх Господень чистый, пребывает во век Псалом 18. Страх Господень это чистый страх. Он дает нам духовную, моральную чистоту. Но стоит еще заметить, что дьявол навязывает нам страх. Некоторые страхи мы наследуем, потому что мы что-либо осмотрим, видим, но Господь не навязывает нам свой страх. Господь если мы в должном состоянии, смирении, Господь дает нам это чувство страха, чтобы мы могли понимать, осознавать, предостерегать нас от той или иной ситуации. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы помнили и ценили всем тем, что Господь посылает нам наши жизни. при страхе Божьем у нас не должно быть понебратства с Богом. Мы должны помнить, как стояли серафимы пред Господом и в смирении искать лица Господня. Пусть Господь благословит нас. Я свою проповедь до конца не сказал, но Господь Духом Святым да управит вами в вашей жизни, чтобы вы могли просто понимать и сознавать, насколько важно нам, детям Божьим, иметь в нашей жизни страх Господен. И давайте мы будем Его благодарить в эти дни, за то, что Господь посещает нас обильными благословениями, что Господь посещает нас, когда в нашей жизни есть страх Господен. Давайте мы не будем бояться Господа, как боятся прочие люди, но чтобы мы в свое время, когда Господь придет за нами, чтобы мы могли в радости и в страхе и трепете предстать пред Господом и прославить Его, нашего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Давайте им помолимся. Продолжение следует...